Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания он мог бы положить конец боевым действиям на Украине в течение суток. Уже даже наши оппоненты в своих телеграм-каналах пишут о том, что по большому счету Дональд Трамп заговорил словами Александра Лукашенко, который же не единожды про это говорил. Это опять же доказывает то, что в принципе белорусского президента смотрят, слушают, внимают, ну и давайте говорить прямо, наверное, учатся, как вести политическую деятельность вообще на главу, на посту главы государства. Что касается Трампа, ну я думаю, что сейчас Трампа попытаются маргинализовать, попытаться сделать из него такого политического фрика, который вроде бы как там что-то говорит, но это к серьезным делам отношения не имеет. Но за Трамп тоже непросто, за ним и поддержка со стороны части бизнеса американского, со стороны таких крупных экономических субъектов. Кроме того, он пользуется поддержкой и у значительной части американского общества, поэтому его возвращение в большую политику вполне возможно. И я думаю, что с Трампом будут очень непростые переговоры и очень непростые отношения, но тем не менее вполне возможно, что они могут стать более конструктивными. Он договороспособен. С ним можно договориться, потому что он прагматик. Как бизнесмен, он привык рассчитывать издержки и приобретения. Тогда как многие те, кто сейчас, о чем мы сегодня говорили, они вообще не видят ни экономической, ни иной прагматики. Они зомбированы идеологией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова